Сегодняшняя наша встреча по сути является семинаром в режиме монолога. Решать задачи буду я, а вы пассивно проглатывать мои рассуждения. Чрезвычайно скучное занятие. Я убедился в этом, проведя испытания над ведущим инженером-цифровиком, то есть математиком. У него прекрасное математическое советское образование, профессиональные знания в области инженерной логики. Однако в середине семинара монолога «Мой инженер заснул». Постарайтесь решать задачи вместе со мной. Критикуйте мои выкладки. Критически воспринимайте все доводы. Возможно, тогда вы не заснете. Когда я читаю лекцию в режиме диалога, даже излагая новый материал, то заставляю студентов думать вместе со мной у доски. Во время семинара диалога у доски целое столпотворение. Думают все. За интересные вопросы и подсказки я обычно ставлю отличные оценки. Заснуть никому не удается. В своей книге «История с узелками» Льюис Кэрролл приводит большое количество задач. Проверим эти задачи алгоритмами ИЭИ и ТВАД. Все примеры будут построены на базисе Васильева, поскольку именно он более всего отражает логику здравого смысла. Напомним, что этот базис имеет следующее аналитическое представление. В скобках указан номер базиса для частноутвердительного суждения. А апостроф означает отрицание. Для частноутвердительного суждения были получены следующие выражения. Первый базис. ИХУ равно Х. Второй базис. Он получил название русского. ИХУ равно Х плюс У плюс И. Третий базис. Базис Аристотеля. ИХУ плюс И. Четвертый базис. ИХУ равно Х плюс не У плюс И. Пятый базис. ИХУ равно Х плюс И. Шестой. ИХУ равно Х плюс У и равно А не ХУ и равно, тождественно, А не УХ. То есть получается, что все не Х суть У и одновременно все не У суть Х. Седьмой базис. ИХУ равно У плюс И. Восьмой, или базис Васильева. ИХУ равно Х плюс У плюс не Х, не У равно единице. Именно на этом базисе настаивал русский и советский логик Васильев, когда критиковал базис Аристотеля. Рассмотрим первую задачу Льюиса Кэрролла. Формируется она следующим образом. Первая посылка. Только философы эгоисты. Вторая посылка. Нет циника, который не был бы эгоистом. Из этих двух посылок Льюис Кэрролл делает следующее заключение. Следовательно, все циники – философы. У Льюиса Кэрролла есть неприятная привычка заковыристо формулировать условия своих задач. Это дурной тон в математике. Если вам кто-либо будет ставить задачу подобным образом, заставьте его выражаться строго однозначно, математически четко. В данном примере приходится соображать то ли все философы-эгоисты, то ли наоборот – все эгоисты-философы. По существу все задачи Кэрролла с точки зрения русской логики примитивны. Рассмотрим решение этой задачи. Обозначим через Х множество философов, через У множество циников, через М множество эгоистов. В качестве универсума примем множество людей. В этом случае, применив алгоритм EAI, мы получим следующую формулу. M равно АМХ умножить на АЮМ равно не М, не У, плюс Х, не У, плюс МХ. Из этой полной единицы системы легко и просто выводится заключение F от XY равно не У, плюс Х. То есть все У суть Х. Таким образом, мы подтвердили истинность заключения Льюиса Кэрролла. Проверка решения по алгоритму ТВАТС с помощью скалярных диаграмм дает нам тот же самый результат. Эту проверку с помощью скалярных диаграмм вы проведете самостоятельно. Рассмотрим следующую задачу того же автора. Первая посылка. Лишь глупые люди верят в конец света. Вторая посылка. Тот, кто верит в гармонию мира, не верит в конец света. В заключении всегда найдется глупец, который не верит в гармонию мира. Пусть Х – это глупые люди. М – верящие в конец света. У – верящие в гармонию мира. В качестве универсума возьмем, примем множество людей. В этом случае наша задача будет иметь такое решение. М равно АМХ умножить на ЕЮМ. И после перемножения и раскрытия скобок мы получаем не М плюс Х, не У. И по алгоритму ИЭИ получаем такое заключение. Ф от Х, У равно и Х, не У в третьем базисе. Если трактовать это заключение как «все глупцы не верят в гармонию мира», то такой вывод ошибочен. Рассмотрим третью задачу. «Каждого, кто верит в себя, можно считать человеком. Никто» Вторая посылка. «Никто, ни один человек не верит политикам». Заключение, которое должно следовать из этих посылок. «Все, кто верит политикам, не верят в себя». Рассмотрим внимательно первую посылку. Можно ли ее считать общеутвердительным заключением, общеутвердительным суждением? То есть можно ли считать «все, кто верит в себя, суть – человек с большой буквы?» Нет, этого делать нельзя. Хотя это, в общем-то, и верно. Дело в том, что мы под человеком с большой буквы понимаем человека, который верит в себя. То есть каждый человек с большой буквы должен верить в себя. Поэтому получается, что у нас первая посылка – это не общеутвердительное суждение, а эквивалентность. То есть человек с большой буквы и человек, верящий в себя, это одно и то же. Исходя из этого, мы получим следующее решение. Пусть х – это те люди, которые верят в себя. М – это множество людей, так сказать, с большой буквы. у – это те люди, кто верят политикам. А в качестве универсума мы возьмем все множество людей. В этом случае мы получим по алгоритму ИЭИ такое решение. М равно х эквивалентно М умножить на ЕМУ и равно ни х, ни М плюс х, М, ни У. Откуда заключение будет получено таким? Ф от х, У равно ни х плюс ни У равно х, У. Проверим это заключение с помощью скалярных диаграмм. На скалярных диаграммах изображено, что множество М и множество Х эквивалентны. И из этих же диаграмм даже без таблицы истинности сразу выводится заключение «Ни один х, ни есть у». То есть мы подтвердили, что все, кто верит политикам, не верят в себя. Пятая задачка из перечня задач Льюиса Кэрролла. «Нет таких членов парламента, которые не участвовали бы в законотворчестве». Вторая посылка. «Только 12% членов парламента составляют юристы». Заключение. «Не все, кто создают законы, являются юристами». Ну, необходимо обратить внимание здесь прежде всего на то, что впервые дана количественная характеристика термина в частноутвердительном суждении. То есть во второй посылке указано, что только 12% члена парламента составляют юристы. Это чрезвычайно важная характеристика. Хотя Льюис Кэрролл этой характеристикой не воспользовался. Он ее дал только для того, чтобы можно было утверждать, что некоторые члены парламента это суть юристы. И только. То есть он эти 12% никак не использует. В дальнейшем, когда мы будем рассматривать вероятностную силогистику, вы увидите, насколько важны количественные характеристики каждого термина. Рассмотрим решение этой задачи. В качестве универсума примем множество людей. В качестве Х множество законотворцев. В качестве М множество членов парламента. И в качестве Y множество юристов. Если мы будем решать эту задачу с помощью алгоритма ИЭИ, то мы получим следующее соотношение. М системная единица равно АМХ умножить на ИМУ в восьмом базисе. А это равно не М плюс Х. Отсюда легко и просто получается заключение. Ф от Х, У равно Х плюс И равно ИХ, У в пятом базисе. Проверим данное заключение с помощью алгоритма ТВАТ. На скалярных диаграммах мы видим, что первая посылка все М суть Х выражается однозначно, а вторая посылка некоторые М суть У имеет три варианта реализации по отношению к Х. Заполнив таблицу истинности по данной скалярной диаграмме, мы получим тот же самый результат. Ф от Х, У равно Х плюс И. То есть некоторые ИХ суть У в пятом базисе. То есть алгоритмы ИЭИ, то есть аналитический алгоритм и графический алгоритм дали одинаковые результаты. Я хочу здесь обратить ваше внимание на то обстоятельство, что фигурируют различные базисы частноутвердительного суждения. Они были взяты не с потолка, а именно из решения конкретных задач. Поэтому и были описаны таким вот образом. Задача 7. Среди юристов имеются профессиональные бизнесмены. Вторая посылка. Настоящий бизнесмен не боится инфляции. Откуда Льюис Кэррол делает заключение? Некоторые юристы не опасаются инфляции. Рассмотрим решение этой задачи. В качестве универсума опять принимаем множество людей. В качестве Х множество юристов. В качестве М это средний термин. Множество настоящих бизнесменов. И в качестве У не боящихся инфляции предпринимателей. По алгоритму ИАИ получаем следующее решение. Полная единица системы М равна ИХМ на АМУ равно не М плюс У. Отсюда делаем заключение. Функция от ХУ равна У плюс И или ИХУ в седьмом базисе. В данном случае мы имеем формальное несовпадение исходного заключения то есть заключения Аристотеля заключения Льюиса Кэрролла с полученным результатом. Поскольку в заключении у Льюиса Кэрролла не указан базис. Следовательно мы должны его воспринять как базис Аристотеля потому что Льюис Кэрролл работал со стандартными классическими определениями частно утвердительного суждения. Здесь мы видим в нашем варианте мы получили несколько иной ответ не третий базис а седьмой. Этот базис отличается от базиса Аристотеля. Рассмотрим восьмую задачу. только политики верят в пользу насилия. Вторая посылка не всякий любитель насилия любит собственных детей. Заключение некоторые политики не любят своих детей. Рассмотрим решение этой задачи. пусть х это политики м это любители насилия у не любящие своих детей родители универсум людям. Тогда по алгоритму ИЭИ получим аналитическое решение задачи. м равно АМХ умножить на ИМУ в восьмом базисе и равно не М плюс Х. Откуда заключение Ф от Х равно Х плюс И или ИХ в пятом базисе. Графическое решение с помощью алгоритма ТВАД дает нам такую скалярную диаграмму. Некоторые М все М суть Х некоторое М суть У и в итоге мы получаем именно решение Х плюс И или И Х в пятом базисе. Опять получили несовпадение результатов с исходным заключением. Рассмотрим теперь девятую задачу. Только в споре рождается истина, утверждает в первой посылке Льюис Кэррол. Во второй посылке никто не станет спорить, кроме глупца или мошенника. Заключение Лишь глупец или мошенник могут достичь истины. Решение В качестве универсума принимаем множество людей, в качестве Х множество так называемых родителей истины, в качестве М множество спорщиков и в качестве у, множество глупцов или мошенников. Аналитическое решение данной задачи по алгоритму ИЭИ вы видите на экране. Системная единица, полная единица системы М М равно АХМ на АМ У и равно после перемножения скобок не М, не Х плюс не Х У плюс М У В данном случае мы получаем однозначное заключение Ф от Х У равно не Х плюс У равно АХ У То есть все Х суть У или все так называемые родители истины глупцы или мошенники. Скалярная диаграмма демонстрирует обе эти посылки. Из диаграммы видно, что заключение однозначно. Поскольку все Х суть М, а все М суть У то и заключение соответствует такому соотношению. Не Х плюс У равно все Х У Это видно и из диаграммы и из таблицы истинности. Рассмотрим двенадцатую задачу. Боязливый к прекрасному полу боязлив и в жизни. Вторая посылка. Тот, кто знает логику, не боится женщин. Заключение. Трус не разбирается в логике. Решение. Пусть Х это множество боязливых в жизни. М это множество боящихся женщин. У это множество знающих логику. В качестве универсума примем множество мужчин. Тогда по алгоритму ИЭИ мы получим следующее соотношение. М равно АМХ на ЕЙМ равно не М плюс Х не У. Откуда получаем автоматические заключения? Ф от Х и У равно Х не У плюс И или ИХ не У в третьем базисе. В данном случае исходное заключение кардинально ошибочно. Там трус не разбирается в логике. А здесь утверждается, что некоторые трусы суть не знающие логику. Здесь фундаментальное различие. Рассмотрим тринадцатую задачу. Первая посылка. Среди болтунов нет логиков. Вторая. только болтун может стать политиком. И заключение, которое выводит Льюис Кэрролл, ни один логик не станет политиком. Рассмотрим решение этой задачи. Через Х обозначим множество логиков, через М множество болтунов, через У множество политиков, в качестве универсума примем множество людей. В этом случае решение по алгоритму И, то есть чисто аналитическое решение, будет выглядеть следующим образом. Полная единица системы М равна ЕМХ умножить на АЙМ. Перемножаем скобки. ни М плюс ни Х умножаем на ни У плюс М. Получаем ни М ни У плюс ни Х ни У плюс М ни Х. Откуда чисто автоматически получаем результат заключения. Функция от Х У равна ни Х плюс ни У, то есть Е Х У. Следовательно, ни один Х не есть У. Или ни один логик не есть политик. То есть в данном случае мы согласны с Льюисом Кэролом. Графическое решение этой задачи подтверждает данный результат. Графическое решение здесь однозначно и не представляет особого интереса и труда, но тем не менее постарайтесь подтвердить аналитический результат собственным графическим решением. Задача 14. Иногда проходимец может оказаться ясновидцем. Вторая посылка. Если ты ясновидец, то не должен лгать. И заключение, которое выводит Льюис Кэрол, существуют проходимцы, которые обязаны говорить правду. Рассмотрим решение этой задачи. В качестве универсума принимаем множество людей, в качестве Х множество проходимцев, в качестве М множество ясновидцев, и в качестве у множество честных людей. По алгоритму ИИ аналитическое решение выглядит следующим образом. М равно И Х М умножить на А М И И это равно не М плюс И Й. Ф от Х в данной ситуации равно И плюс И, или И Х в седьмом базисе. То есть некоторые Х суть У в седьмом базисе. В переводе на русский язык это означает, что некоторые проходимцы суть честные люди. То есть не все, но все же встречаются. Если вы будете решать эту задачу чисто графически с помощью алгоритма ТВАТ, то вы получите однозначное представление первой посылки, некоторой Х в сутье, и два варианта представления второй посылки. И вот эти два варианта и дадут вам именно такой результат в виде заключения некоторые Х суть У в седьмом базисе. Пятнадцатая задача. Лишь двоечник по убеждению лентяй. Вторая посылка. Ни один студент не любит получать двойки. И заключение. Значит среди студентов нет лентяев. Через Х обозначим множество лентяев, через М множество двоечников, через У множество студентов. В качестве универсума примем множество учащихся. В этом случае полная единица системы будет представлена простым выражением. М равно АХМ на Е ИГР М. И это равно ни Х, ни У, плюс М, ни У, плюс ни М, ни Х. Откуда следует заключение Ф от Х, У, равно ни Х, ни У, или равно Е, У. То есть ни один лентяй, ни студент. Мы подтвердили заключение Льюиса Кэрролла, что среди студентов нет лентяев. Графическое решение данной задачи также однозначно. Здесь всего, то есть каждая посылка представляется в виде единственного варианта. И поэтому решение сразу видно из скалярной диаграммы даже без перевода на таблицу истинности. Е ИКС ИГР Рассмотрим следующую задачу. Лишь в правовом государстве реализуются права граждан. Вторая посылка. Только демократическое государство может быть правовым. Заключение. Права граждан могут быть реализованы лишь в демократическом государстве. Рассмотрим решение. Через универсум обозначим множество государств. Через ИКС множество реализующих права граждан государства. Через М множество правовых государств. Через ИКС множество демократических государств. По алгоритму ИЭИ мы получим следующее выражение. Полная единица системы равна АХМ умножить на АМУ. Или в итоге после перемножения и минимизации не М не Х плюс МУ. Отсюда легко выводится соотношение для заключения. Ф от Х и У равно не Х плюс У. Мы здесь только М и не М заменили на единицы как лишний аргумент. А это соответствует выражению АХ и У. То есть все Х суть У. Что подтверждает заключение Льюиса Кэрролла. Особый класс рассуждений составляют логические конструкции в которых вместо связки есть или суть используется любой другой глагол. Кстати говоря, связка суть это древнерусская форма множественного числа глагола есть. В книге Вагина «Дедукция и обобщение в системах принятия решений Москва наука 1988 год». Приводится пример 2.18 «Некоторые студенты любят всех преподавателей». Вторая посылка «Ни один студент не любит ни одного невежду». Следовательно, ни один преподаватель не является невеждой. Конечно, это льстит нам, преподавателям, такое заключение, хотя мы, относясь самокритично к своему клану, должны сказать, что такое заключение вызывает некоторые сомнения. Этот силогизм у Вагина якобы анализируется с помощью квантерного исчисления, которое ничего, кроме мнемоники, из себя не представляет. На двух страницах приводится «доказательство» истинности заключения. Однако пять минут здравого размышления дают совершенно иной ответ. Поэтому проверим результат с позицией русской логики. рассмотрим первый вариант. Не очень обоснованно, но будем считать глагол «любить» эквивалентом обычной связки «есть». Тогда по алгоритму «е» получим следующее выражение. полная единица системы «м» равна «имх» умножить на «ему» равно не «м» плюс не «у». Отсюда «ф» от «х» равно не «у» плюс «и» или «и х» не «у» в седьмом базисе. То есть мы опровергли заключение Льюиса Кэрролла простите Вагина. Мы опровергли заключение Вагина так, но поскольку обоснованность замены глагола «любить» связкой «есть» весьма сомнительно, то проверим это заключение по варианту «два». Учтем глагол «любить» как еще одну логическую переменную «з». Тогда по алгоритму «и» получим следующее выражение «м» равно «и» «м» от «з» «х» на «ем» от «з» «у» То есть некоторые «м» суть «з» «х» и ни один «м» не есть «з» «у» Развернув это выражение с помощью полученных нами ранее формул мы получим следующее выражение «не м» плюс «не з» плюс «не у» Подставив в эту формулу полной 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 единицы системы «м» исходные посылки алгоритм алгоритм разложения логического уравнения на исходные посылки достаточно прост он еще не получил специального названия поэтому звучит достаточно длинно алгоритм графического нахождения исходных посылок первое построить сокращенную таблицу истинности для «м» второе по сокращенной таблице истинности построить скалярные диаграммы третье из скалярных диаграмм выбрать количество логических функций от двух переменных равных числу сочетаний из n по 2 здесь n число аргументов а c из n по 2 число сочетаний из n по 2 рассмотрим решение этой задачи в задаче Порецкого о птицах получена полная единица системы m равно s y плюс g не x найти минимальное количество возможных посылок построим сокращенную таблицу истинности для m она содержит 8 рабочих наборов по полученной таблице истинности нарисуем скалярные диаграммы здесь на этом слайде мы видим и саму таблицу истинности содержащую 8 рабочих наборов мы их развернули с помощью карты корно из нашей полной единицы системы и видим саму скалярную диаграмму которая отображает эти рабочие наборы коды внутри внизу самой скалярной диаграммы и являются нашими рабочими кодами или рабочими наборами ну и можно было бы строить эти диаграммы не просто по каждой клеточке по каждому коду в отдельности а по каждой переменной в отдельности вот в таблице истинности мы видим что в графе для переменной g идут в начале два нуля а потом все единицы и эту же картину мы наблюдаем на графике на скалярной диаграмме для g для g в начале видим два нуля а потом все остальные единицы для переменной s мы также видим что в таблице истинности следует в начале четыре единицы потом два нуля и одна единичка точно так же мы отображаем эту переменную на скалярной диаграмме четыре единицы у нас покрыты желтым цветом и потом два нуля и последняя единичка также отмечена желтым желтым цветом аналогично строится и скалярная диаграмма для аргументов x и y по скалярным диаграммам выберем наиболее простые логические функции от двух переменных это следующие функции f1 от g s равно g плюс s или это означает все ниже суть s f2 от g y это g плюс y или все ниже суть y f3 от s x s плюс ниx или все x суть s f4 от x y равно ниx плюс y равно ax y после перемножения полученных посылок определим m для проверки полную единицу системы перемножение этих четырех посылок дает нам результат s y плюс g неx что совпадает с исходными данными кстати говоря у Порецкого вместо четырех посылок были использованы пять то есть он не нашел минимального решения своей задачи таким образом для писания логической системы от n переменных достаточно n двух аргументных посылок из m следует что f5 от g от x равно единице или равно и x y 8 то есть это как раз и является пятая посылка Платона Сергеевича Порецкого Рассмотрим теперь следующий алгоритм алгоритм аналитического отыскания исходных посылок по заданной полной единице системы построить c из n по два посылок сорита как функция от двух переменных заменяя на единицу все лишние переменные здесь n число аргументов второе проверить полученные результаты логическим перемножением посылок и сравнением с заданной полной единицей системы рассмотрим пример четыре пусть задано m равно не m плюс x y найдем исходные посылки находим первую посылку f1 от m x то есть мы y присваиваем значение единица получаем а mx f2 от m y получается не m плюс y то есть все m суть y перемножив полученные две посылки мы получаем не m плюс x y что и требовалось доказать но здесь данный пример не так прост как кажется на первый взгляд здесь кроется подвох связанный с отысканием f3 от x y поэтому из m для контроля находим третью посылку f3 от x y оказывается f3 от x y равно единице или некоторые x суть y по восьмом базисе именно эти три посылки однозначно определяют всю систему m при графическом методе по заданной m нужно построить таблицу истинности а по ней нарисовать скалярные диаграммы при прорисовке скалярных диаграмм если мы сразу по данной полной единице системы будем их рисовать мы получим именно такое решение что некоторый x суть y эту работу вы проделаете самостоятельно рассмотрим пример 6 дано m равно все a плюс b суть c и все c плюс d суть e найти все незаданные логические функции от двух переменных решение m равно a от a плюс b на c и a все c плюс d суть e выражение которое мы получили после раскрытия скобок и минимизации выглядит следующим образом ни a ни b ни c ни d плюс ни a ни b e и плюс c e разворачиваем это выражение в таблицу истинности сокращенную таблицу истинности и рисуем по ней скалярные диаграммы полученные скалярные диаграммы дают нам полное представление обо всех логических функциях от двух переменных глядя на эти скалярные диаграммы мы легко и просто можем вывести эти соотношения то есть мы можем вывести соотношения между a и b из скалярных диаграмм сразу видно что некоторые a судь b между b и c отсюда видно что все b суть c между c и d некоторые c суть d между d и e мы видим что все d суть e и между c и e можем вывести видим что все c суть e то есть мы можем вывести число заключений равное числу сочетаний из двух аргументов по n здесь окажутся безусловно и лишние но лишние поскольку они являются заданными но во всяком случае мы не пропустим ни одно из возможных заключений заканчивая наш семинар я хочу пожелать вам успеха в самостоятельной работе до свидания до новых встреч а а и а и и и и и и